Здравствуйте! Вы смотрите программу «Уикенд навигатор», а значит задумались над тем, как отдохнуть от будней. Мы вам поможем составить маршрут и начнем с субботы. В этот день в Родниковском районе, в селе Парское, с 10 утра будет проходить традиционная ярмарка и фестиваль. Гостей ждет обширная развлекательная программа. Можно будет купить сувениры, стать участником народных забав и полакомиться известными на весь регион парскими калачами. Это событийный туризм во всей красе. Также в субботу можно отвлечься от учебы и работы, наблюдая за яркими, в буквальном смысле, пейнтбольными схватками. На аэродроме Есюниха будет проходить чемпионат ДСАФ для допризывной молодежи. Начало в 10 утра. Не пропустите. Об остальном расскажем подробнее. На этой неделе очень разноплановый репертуар кинотеатра. С одной стороны мы видим глубокомысленное интеллектуальное кино. Здесь стоит упомянуть о двух фильмах. Это «Щегол». Фильм снят по роману, получившему Пульцеровскую премию. И вторая картина – это «Работа без авторства». Фильм был дважды номинирован на «Оскар», номинирован на «Золотой глобус» и взял две награды Венецианского кинофестиваля. С другой стороны, есть абсолютно легкий репертуар, не тягощенный какими-то размышлениями. Это комедия «Стриптизерши» с Джей Ло и российский фильм «Дорогой папа». Также комедия о семейных ценностях. Магия существует в мире, где цирк правит балом. Здесь жизнь и пламя, риск и смех – это лучшее, что видели люди. С 21 сентября впервые в Иваново Большой Варшавский цирк представляет шоу «Слонов». Невероятно, незабываемо, немыслимо. Путешествия по виртуальному городу, интеллектуальные интриги и роковые тайны предлагают участникам организаторы детективных игр. Не вставая с дивана в уютном ресторане, можно совершить путешествия во времени и пространстве, окунувшись в атмосферу нуар, чтобы раскрыть преступления. Здесь есть завязка преступления, есть материалы дела и к концу игры нужно ответить на несколько вопросов. Ну, кто убийца, допустим, зачем, почему и так далее. Заработать, соответственно, баллы и есть тройка победителей. Вот, они никуда не выходят из зала. Виртуальный город, Сент-Твинс, 50-е годы. И есть компьютерная программа, в которой они перемещаются по этому виртуальному городу. Роль детективов выполняет вся команда. Им предстоит собрать оперативные данные, улики и сведения, обдумать их и выдвинуть версию. В отличие от квизов, здесь победить могут не те, у кого больше опыта, а те, кто легче распутывает хитросплетение преступлений. Игра очень азартная. Вы знаете, она вообще другого формата. То есть в такие игры мы еще не играли никогда в городе Иваново. Здесь очень много квизов разных, начиная... Ну, они в основном все интеллектуальные игры. Это игра абсолютно другого формата. Как делили кокошник на всю деревню и чем отличались костюмы в разных регионах страны? Какая ткань была в моде и по каким признакам определить, замужем женщина или нет? Обо всем этом можно узнать на выставке «Бабий век». Экспозиция с образцами традиционных женских костюмов рубежа 19-20 веков открылась в музее Ивановского ситца. Посетители могут увидеть 15 полных костюмных комплектов, которые представлены в формате без стекла, чтобы рассмотреть даже мелкие детали. Поэтому у нас здесь представлена очень широкая география. Я бы сказала, широчайшая. Начиная от северного костюма Архангельского уезда, заканчивая южными пограничными Белгородско-Воронежского пограничья костюмами. Есть у нас и Ивановский костюм рубежа веков 19-20. Мы не можем сказать, что это традиционный костюм. Это, в общем-то, уже городской костюм. 13 сентября в Иванове пройдет общий российский диктант по информационным технологиям. Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России. Цель IT-диктанта – это определение повышения уровня цифровой грамотности населения. Диктант можно будет написать двумя способами. Онлайн на официальном сайте IT-диктант.рф и офлайн в тех точке кипения. Это станка строителей 12А, адрес в 6 часов вечера. Предварительно нужно будет зарегистрироваться на сайте Лидер.ИДИ и, соответственно, подать заявку на это мероприятие. Дорогие друзья, мы приглашаем вас на спектакль «Кукла. Блокадная история», который состоится в субботу, 15 сентября, в 12 часов дня. Это спектакль для детей от 6 лет и взрослых, который не оставит равнодушным никого. Маленькие зрители умеют чувствовать и сопереживать, пожалуй, глубже взрослых. История «Куклы» в блокадном Ленинграде для них. Постановка расскажет грустную и трагическую историю одной семьи в период слома времен. Юные зрители попадают в тот период, когда их прабабушки и прадедушки были детьми в 40-е годы прошлого века. Спектакль расскажет, что такое добро, зло, нравственность и забота. Он воспитает в зрителях настоящие чувства. Тема войны и блокады, тема человечности очень сложной. Но начинать говорить об этом нужно с самого раннего возраста, чтобы вырастить думающих людей, способных сострадать. Продолжительность спектакля 45 минут. 14-15 сентября на территории бывшего лагеря «Автомобилисты» в Северском районе будет проходить всероссийский турнир по Лазертагу. Турнир уже будет пятый по счету, то есть он идет с 2013 года. Все турниры до этого проходили в Ульяновске, либо в Казани. В этом году он впервые выходит в Центральный федеральный округ. В этом году также впервые на турнир собирается рекордное количество команд, то есть на данный момент зарегистрировано 20 команд. В турнире принимают участие именно профессиональные команды, которые занимаются спортивным лазертагом. Будут команды с 7 регионов по России. Что готовят нам в воскресенье 15 сентября? Конечно, много всего удивительного. В Кинишме в этот день уличные гуляния вдоль реки на праздники Волжского бульвара. А вот в Кохме состоится традиционный праздник Свекловица. На нем будут и ярмарка, и розыгрыши, и театрализованное представление. А еще флешмоб и мастер-классы. Начало в полдень. И немного спорта. В воскресенье в Заволжском районе пройдет Кубок региона по спортивному ориентированию на длинные дистанции. Участвовать могут профессионалы, ну и, конечно, марафонцы. Спешите зарегистрироваться. И невозможно обойти стороной завершение традиционного уже и грандиозного по своему культурному охвату события. Фестиваль «Первая фабрика авангарда». В этот день запланированы мастер-классы по балету и фотографии, открытие выставки, живописи и графики, лекции театральных критиков и дискуссионные площадки. Выбрать есть из чего. Обязательно изучите программу фестиваля подробно. Ну а я прощаюсь. Не пропустите свои впечатления.